Он всегда выглядит довольно забавно и жизнерадостно, напоминая милую плюшевую игрушку. Если его не обижать, то его дружелюбию и привязанности к своему хозяину просто нет границ. Но если вы усомнитесь в его красоте или ангельском характере, животное ответит мощным газовыми атаками. Всем привет! Рада, что заглянули ко мне на канал. Берите вкусняшки и мы начинаем! Четырехлапые муравьеды Тамандуа обитают во влажных тропических лесах Центральной и Южной Америки, предпочитая места с самыми приемлемыми для них сочетанием влаги и тепла – лесные опушки, парки, сады и саванны. А если неподалеку находится источник воды в виде ручья, о большем Тамандуа и мечтать не приходится. Эти зверьки почти вдвое мельче своих собратьев – гигантских муравьедов. Длина их тела – не более 70 см. Размеры хвоста еще чуть меньше, а вес при этом не превышает 5 кг. Окраска Тамандуа наводит на мысли о надетом на них жилете. На фоне жесткой светлой шерсти четко выделяются темные полосы на спине, плечах и передних лапах. Хвост у Тамандуа невзрачный, почти голый, но при этом очень функциональный. Этим упругим и гибким отросткам зверьки пользуются с обезьяньей ловкостью, выполняя с его помощью множество действий. Небольшие глазки и довольно крупные торчащие уши придают мордочке животного забавное выражение. Как и у других разновидностей муравьедов, морда у Тамандуа изогнутая и продолговатое. Ротовое отверстие крохотное, зато узкий трубчастый язык необыкновенно длинный. Еще бы, ведь это один из главных орудий в добыче основного корма муравьев и термитов. Второй инструмент, которым звери умело пользуются при вскрытии муравейников, длиннющие когти, около 10 сантиметров на передних лапах. Чтобы не пораниться своими острыми и длинными когтями, животное ходит на внешней части стопы. С такой походкой, как у Тамандуа, далеко от врага не убежишь, поэтому они предпочитают поступать иначе. Просто замирают, заслышав движение преследователя. А если избежать атаки не удается, бесстрашно занимают оборонную позицию, используя для боя передние когтистые лапы. При сильном испуге, зверьки могут применить еще одно тайное оружие. Поднявшись на задние лапы, сделав упор на хвост и испустивши шипящий звук, Тамандуа выпускает из анальных желез отвратительный запах. За что в постоянных местах обитания к нему приклеилось звание лесной вонючки. А основная боевая тактика муравьедов состоит в сильном сжатии тела соперника вкупе с активным применением когтей. Случалось, что небольшим зверькам удавалось справиться с хищниками вдвое больше его самого. Он постоянно бродит в поисках пищи. Обнаружив постройку термитов или муравейник, он ударом своих передних лап разрушает даже твердые стены термитников. Просовывает узкую морду в пролом и длинным. Червеобразным языком добирается до середины гнезда. Втягивая язык длиной 60 см с прилипшими насекомыми, втягивает в рот по 160 раз за минуту, каждый раз смачиваясь обильной клейкой слюной. За день муравьед съедает до 30 тысяч муравьев и термитов. Поедает он также червей, крупных личинок, насекомых и ягоды, которые иногда захватывает губами. Муравьед часто отдыхает, ложась в любом месте своего пути на бок, засунув голову между передними лапами. Брачный сезон у Таманду обычно выпадает на осеннее время года. После беременности, которая длится около 150 дней, самка производит на свет одного, реже двух детенышей. Довольно долго малыш путешествует повсюду верхом на материнской спине. И только при необходимости в поисках корма подняться повыше на дерево, мать оставляет кроху среди прочных веток на безопасной высоте. После возвращения она кормит малыша и вновь поднимает его себе на спину. Такая езда верхом длится до тех пор, пока малыши не становятся способны к самостоятельному передвижению. Местные жители используют зверя для избавления жилищ от насекомых. Впрочем, содержать его в квартире, несмотря на привлекательный вид и безобидный нрав, весьма расточительно. Руководствуясь инстинктами, в поисках муравьев он расковыряет мягкую мебель и стены. Спасибо вам, что досмотрели этот выпуск до конца. Не забудьте подписаться на канал и жмякнуть большой палец вверх. Берегите природу и всем пока!